Перед началом ролика не могу не упомянуть о своём генеральном спонсоре, FanPay, с которым сотрудничаю более года. Огромный спектр услуг, низкие цены и богатый ассортимент. Ссылка в описании. И если скорость загрузки видосиков на ютубе вас не устраивает, то предлагаю вам свой канал на дзене. Ссылка в описании. Доброго времени суток, да мои господа. Сегодня поговорим с вами о гербах и о нюансах работы с ними. Гербы – особая валюта, которую мы вылутываем с мифик плюсов и с рейдов при убийстве каждого босса. Два нюанса сегодня я вам расскажу и покажу. Первый нюанс знаком тем, кто ещё играл в прошлое дополнение в Dragonflight. Но я прекрасно понимаю, кто-то, например, не играл в это дополнение, а кто-то просто-напросто забыл эту механику. В мае 2023 года я рассказывал, пришло время рассказать вновь. А вторая механика, второй нюанс появился именно в этом дополнении, в новом. И работает на твинков, работает просто превосходно, но имеется привязка к достижению. К какому именно? Всё продемонстрирую. Первый нюанс позволяет нам бесплатно улучшать вещицы без траты гербов до этом левела, который у нас уже имеется. К примеру, у меня имеются на мне надеты 619 сапожки. Выше пока что ещё не залутал. В сумке у меня валяются 603 сапожки. Я могу их максимально прогрейдить. Вещицы формата защитника апаются до 619. Таким образом, имея 619 сапожки, я бесплатно улучшаю эти до 619. Гербы вообще не требуются. Мы видим зелёные нолики. Требуются только камни доблести, и то со скидкой. Для колец, для тринек, для двух одноручек, нужно вещиться эти вылутывать в количестве двух штук. То есть, имея два колечка 626-го итом-левела, все остальные можно бесплатно улучшать тоже до 626-го. Если у нас два колечка 619-го, то до 619-го. Нужны парные предметы в данной ситуации. В прошлом дополнении Dragonflight мы вылутывали очевы по типу Сны Змеев, Сны Аспектов, и бонуса у них никакого не было. На текущий момент имеются достижения подобного формата, и бонус у них имеется. Предвестник Резныв. В тот момент, когда все наши вещицы становятся 606-го итом-левела и выше, мы его вылутываем. В тот момент, когда мы вылутываем абсолютно все вещицы 619-го итом-левела и выше, мы получаем предвестник рунических. И эти ачивы дают нам скидку на улучшение предметов для наших твинков. Сейчас зайду и покажу. Зашел на воина специально, чтобы вам все показать. Колечки, к примеру, 587-ое у меня есть, 580-ое, других каких-то вообще не имеется хайгирных. Кидаем эпическое, смотрим сколько гербов будет требоваться. Плюс 10, плюс 10, других плюс 10, еще других плюс 10, еще других плюс 10 и еще других плюс 10. То есть вместо того, чтобы тратить 30 гербов, 200 камней и 60 гербов, я трачу 20 плюс 40. Минус 5 гербов с каждого улучшения, минус 33%. Кайфово. Зайду на монка, там повыше этом левлом вещицы имеются, и покажу, как работает достижение предвестник рунических. На текущей неделе имеется баф для вылазок, поэтому многими персами хожу в восьмые многообещающие с целью того, чтобы прокачать брана хорошенько. И в тот момент, когда вы открываете сундучки, вам может выпасть карта. Юзнув эту карту, со следующей восьмой вылазки, вы вылутаете 610-ю вещицу. Полезную, бесполезную. Мне вот повезло, выпало колечко, 610-е, с хорошими идеальными статами для ввмонка. И я могу его улучшить, конечно же, вплоть до 626-го. И будут действовать определенные скидки. И скидки эти будут действовать вплоть до 619-го итем-левела. Само собой, мы тратим 30 рунических гербов, мы тратим 135 камней доблести и улучшаем. После этого имеются следующие грейды. И они уже требуют другие гербы, а именно позолоченные, которые лутаются с мифик рейда или с 9-х, 10-х и выше ключей. Апать пока что не буду. Пускай 619-м валяется. За 30 рунических гербов это хорошее вложение. Также, имея скидку, улучшу второе колечко. Потрачу всего лишь 40 рунических гербов. Улучшу его вплоть до 619-го. Пвп-шные шмотки тоже хороши, почему бы и нет. Носить их в целом не ошибка. Подведем итоги. Гербы — это мощная система, берущая свое начало в дополнение Dragonflight. Гербы позволят нам поднять этом левел коунде аксессуара до 639-го. Таким образом, мы хорошенько увеличим свой ДПС. Не стоит забывать об улучшении других предметов, которые находятся в других слотах. Не стоит экономить гербы. К примеру, если мы улучшим свой поясок до 623-го, или получим откуда-либо поясок 623-й, то любые другие пояса можно будет бесплатно улучшать вплоть до такого же этом левела до 623-го. Также стоит аппать абсолютно все вещицы ради получения достижений Предвестник Резных и Предвестник Рунических. Эти достижения дадут нам скидки на других персонажах. Таким образом, развивать их будет еще проще. На этом все. Всех вам благ, счастья, здоровья. Не забывайте о ссылках в описании. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok